друзья всем привет сегодня поговорим об артиклях у нас есть два артикля неопределенный артикль и определенные артикли неопределенные и определенные артикли нам показывают то что в предложении далее следует существительное то есть если у нас есть артикль в предложении то после него идет существительное то есть у нас есть неопределенный артикль и например и ботул бутылка в живой речи артикли эй звучит как а ботул бутылка или же скажем отши дерево или же скажем а с куру белка если неопределенный артикль ставится перед существительным начинающийся согласный согласного звука не обязательно с гласной буквы согласного звука то тогда артикль эй становится артиклем n и вот это вот буква н она становится связующий n например она и у нас есть определенный артикль который звучит так в живой речи он чаще всего звучит как за например за ботул за сквирал за чей если определенный артикль здесь ставится перед существительным а начинающимся с гласного звука не обязательно с гласной буквы то мы то этот артикль будет звучать как zi например zi apple так в чем же разница между определенным артиклем и неопределенным артиклем то есть мы знаем зачем нам они нужны нам артикли показывают что далее следует существительное какое-нибудь например белка стол бутылка человек скажем одушевленное существительное в чем же разница между этими двумя артиклями я прям вам например и объясню я у моста джорджа вашингтона тут есть небольшой парк и смотровая площадка куда люди приходят посмотреть на мост со стороны вот например я вижу человека я как бы не знаю кто человек этот человек что этот за человек я просто говорю что я вижу человека то есть мы употребим неопределенный артикль а теперь уже во втором предложении мы говорим что человек ушел теперь мы знаем о каком человеке мы говорим теперь мы знаем это тот человек которого мы ввели в первой части история история всего из двух предложений то есть когда мы знаем о каком конкретном существительном мы говорим мы употребляем определенный артикль перед этим существительным или скажем такой пример люди ездят на велосипедах мы имеем ввиду всех людей в мире правильно мы не имеем ввиду конкретных людей тогда мы не употребляем определенный артикль мы вообще никакого артикля тут не употребляем так как неопределенный артикль перед множественным числом не ставится или вот рассмотрим этот пример я вижу город мы знаем о каком городе мы говорим какой город я имею ввиду я могу и не знать я просто вижу город тогда я скажу с сити а дальше я могу сказать что город большой тогда мы скажем за сити потому что мы уже знаем что мы о каком-то городе говорим не о любом городе в мире а мы говорим о каком-то определенном городе который до этого мы ввели в контекст то есть первым предложение мы сказали я вижу город то есть мы имели ввиду город как представитель всех как существительное которое обозначает все города в мире и это один из них но а когда я говорю что этот город это город большой то мы конечно же уже должны иметь в виду о каком городе мы говорим потому что как так мы из ни с того ни с сего будем говорить что город большой какой-то город мы должны иметь в виду поэтому мы употребим определенный артикль определенный артикль изи ставится перед любыми из них это даже и запоминать не надо однако неопределенный артикль a не ставится перед существительными во множественном числе и перед неисчисляемыми существительными нулевой артикль это когда артикль не ставится вообще артикль в основном конечно же есть исключение не ставится перед названиями городов стран именами людей кличками животных ну например нью-йорк москва россия саша-маша альфа-рекс друзья итак мы разобрались с артиклями очень кратко и наш урок подошел к концу мост джорджа вашингтона конечно же не относится к нашему уроку однако я не мог не удержаться и не заснять его так как я уже нахожусь здесь по данным википедии на сегодня этот мост является самым большим в мире мостом по числу автомобильных трасс на транспортных потоков 14 полос для движения очень большая пропускная способность проезд по мосту кстати платный и мост генерирует почти 1 миллион долларов общей выручки в день и так этот урок я снимал неподалеку от моста джорджа вашингтона первого президента сша и увидимся в следующем уроке да я и это и Продолжение следует...